2 марта в Калуге прошло заседание по вопросам капитального ремонта жилых домов, в котором принял участие член общественной палаты Артем Кирьянов. Тот массив обращений, которые приходят в общественную палату, в том числе массовые обращения граждан, они говорят об определенной напряженности в сфере ЖКХ в Калуге. Законодательная база в сфере ЖКХ постепенно совершенствуется, однако правоприменительная практика до сих пор страдает. Именно поэтому так важна обратная связь. Общение со старшими по домам и представителями управляющих компаний показало, что в первую очередь необходимо решать вопросы с должниками и капитальным ремонтом. Собственники перечисляют определенную сумму на ремонт, но несмотря на это, дома, построенные 50 лет назад, будут отремонтированы только через 15-30 лет. По итогам общественной проверки будет составлен акт, о котором мы проинформируем, соответственно, руководство региона, генеральную прокуратуру, главного жилищного инспектора Российской Федерации, ну и целый ряд структур по вопросам ведения, которые на сегодняшний день обсуждались. По индивидуальным обращениям будут сформулированы запросы в соответствующие органы. О результатах этих запросов мы проинформируем и заявителей, и сами проведем анализ. После заседания Артем Кирьянов вместе с инициативной группой посетил несколько домов, находящихся в аварийном состоянии. Люди, естественно, живут и ждут выполнения решения суда, потому что, ну, зачем им даже, что называется, собирать деньги. Но при этом живут в нечеловеческих условиях, то есть, на самом деле, может быть, не очень очевидно, но какие-то вещи по крыше, по козырьку, они уже просто грозят обрушением. Граждане имеют возможность видеть свои задвижки, просто подняв пол на кухне, соответственно, естественно, сырость, испарение. Ну, в общем, тяжелая ситуация, и это не единственный пример, когда в Калуге решение суда, так сказать, по вопросам капремонта не исполняется. Второй дом также находится в аварийном состоянии. Из стен зданий вываливаются кирпичи, а на балконы просто опасно выходить. Решение суда по этому дому было вынесено еще в 2013 году, но до сих пор не приведено в исполнение в Калуге. Однако есть и положительные примеры. На самом деле, еще до введения сборов на капремонт, грамотные управляющие компании уже договорились с жильцами, и отчисляя от 3 до 10 рублей за квадратный метр, за несколько лет было достигнуто, на самом деле, многое. То есть, облагорожен дом 60-х годов постройки. Вот аналог того, что мы видели в аварийном состоянии. Сделана асфальтовая дорога во дворе абсолютно нормального, хорошего качества. Сделана детская площадка. И все это без, что называется, субсидирования местного или регионального бюджета. То есть, такие практики и опыты необходимо развивать. Но делать это надо полностью включая жильцов домой в кооперацию, в сотрудничество.